друзья мои рад вас видеть рад всех созерцать и хорошо что у нас есть такая традиция обниматься вот а еще в писании даже сказано приветствуйте друг друга лапзанием святым это вообще подразумевается словаться и так далее но сейчас времена к вида это вообще кажется чем-то неисполнимым но люди раньше мало того что обнимались еще и целовались ну так вот щеки но все-таки мужчины мужчин это сегодня уже стало выглядеть как-то странновато а вы знаете свое время ко мне пришел кстати 21 числа у нас будет фильм здесь рождественский фильм его сняли корейцы такой известный корейский хор и они вот это сделали и вот пастор здесь нижнем новгороде он же миссионер пастор ли из корея и он мне говорит недавно мы с ним обедаем и он мне говорит так у вас классно в русской культуре вот вы встречаетесь и обнимаетесь я говорю слушай это христианской культуре в евангельской встречаются обнимаются а так то люди в миру не особо обнимаются но видите людей то цепляет что вообще у нас есть объятия у нас есть вот это тепло и в рождество это особенно актуально я уже заострял внимание на том что декабрь это это рождественская атмосфера вчера я вот наряжал гирляндами там все вокруг своего дома в деревне баню там сын не помогал там вляпался в этот снег целый день всем этим занимался а потом думаю но это же прекрасно узнаете развешивать гирлянды поэтому друзья украшайте свои дома украшайте елки не слушайте никаких мракобесов которые считают что елки нельзя ставить все ставьте радуйтесь у нас рождение рождение праздник рождения нашего спасителя аминь дорогие мои это и это прекрасно просто прекрасно ну что и у нас рождественские праздники еще подразумевают то что что мы в это время особо евангелизируем оказу оказываем внимание людям мира в том смысле чтобы они пришли ко христу вы знаете за этим антуражем проблема другая то что люди зачастую за ним никак не рассмотрят христа и нам важно чтобы люди вот придя на наше мероприятие да будет концерт да будет вот всякие постановки но хочется чтобы люди просто ко христу пришли это цель потому что наша жизнь она ну она как короткая и потом будет суд и на этот суд люди должны прийти по каким-то образом спасенными а вот не захожанами и так друзья и мое сегодняшнее слово называется она как раз как раз вот к рождеству называется спасительный стол спасительный стол сожалению друзья мои в наше время вот в 21 веке к сожалению мы теряем фундаментальные какие-то истины истины вечные истины которыми человечество жило и когда я открываю мою библию вот я к проповедям порой даже готовлюсь не так что вот что-то прочитал умные и хочу принести вот у меня бывает от обратного я просто наблюдаю за миром и вижу какие-то вещи были ну всегда нормой и вдруг они куда-то утекают и ты хочешь эти нормы не просто возвращать а сконцентрировать внимание людей на этих ну важных важных моментов и вы знаете у нас я как уверен у христиан есть огромное будущее хотя внешне кажется никому не надо христианство люди становятся атеистами всем это 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 тренд современный негативный но вечные истины они останутся незыблемыми такие как семья воспитание детей вопросы вечности спасение любовь уважение к старшим взаимопомощь и стол вот стол это прямо очень важный момент у всех людей древних у людей востока до сих пор стол это некий алтарь стол это место куда люди приходят не просто утолить свое свое свой голод а люди приходят для того чтобы пообщаться люди тратят время за столом к сожалению как раз в сегодняшней культуре стол потерял смысл и люди как-то они вот питаются для того чтобы просто насытиться к сожалению люди сегодня торопятся мир хатичен мир такой быстрый стал и люди будут никогда 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 стол это было всегда местом молитвы молились не потому что еда там какая-то плохая а люди благодарили бога за пищу и просто его приглашали за стол и вы увидите что на страницах библии об этом сказано так много просто нет времени все открывать но будут некоторые тексты и важные тексты и даже само понятие престола божьего которому однажды придем вот престол он подразумевает по собой тоже какой-то стол только престол то есть это то место где сидит царь и перед ним стол и за этот стол он кого-то приглашает и знаете быть за каким-то столом является честью кто-то не достоин того чтобы быть у стола и люди вообще распределялись на сословие по отношению к столу с кем царь ел и с кем он не ел кого-то ты зовешь за стол кого-то кто-то не угоден за столом вообще во всем мире ну даже если взять даже сегодня комната криминальном мире это там даже стол люди понимают что это такое нельзя сесть просто абы кому за стол с авторитетными людьми и вот люди они борются за стол и вы знаете библия моя она так много показывает это понятие стола и вот однажды я попал как-то к сергею васильевичу риховскому первый раз в дом я помню это переживание было достаточно давно наш начальствующий епископ он пригласил меня и вот я сидел просто кушал с ним мы общались и вдруг я осознал что это честь меня пригласили за стол за стол к уважаемому человеку я не просто ем вот как многие знаете фастфуд это это не стол это пластиковая какая-то подножка так чтобы ты просто с голоду не помер стол это совсем другое стол это сакральный алтарь и вот я сидел и подумал меня удостоили чести вот просто сидеть за этим столом чтобы я сидел и что ты себя представлял и также я потом отметил что я точно так же предоставляю свой стол тоже кому-то предоставляют то место с кем я делю трапезу и заметьте люди за столом говорят вообще по-другому они могут быть одними на улице но за столом у них появляется другая риторика и в книге 2 книга царств 9 стих 9 глава 7 стих вот есть такой интересный пассаж написано и сказал ему давид не бойся я окажу тебе милость ради отца твоего и анафана и возвращу тебе все поля саула речь идет о мимфивосфее то есть один молодой человек который всю жизнь представлял царя чем-то негативным опасным для его жизни потому что его в свое время его дед был царем в израиле и он там погиб из-за царских интриг и так далее в бою в конце концов он погиб его отец был другом давида ему все сторонники его партии говорили в твоей жизни виноват современный царь давид когда даже его уносила служанка когда он был маленький уронила его поломала ему ноги и это тоже было по причине того как он думал что давид гонится за ним и вот его нашли в каком-то возрасте хромого несчастного и он даже сам себе дает оценку он говорит кто я я мертвый пес вот такая фраза и вдруг давид говорит я приглашаю тебя царь и говорит не бойся я окажу тебе милость ради отца ради деда твоего верну возвращу тебя все поля саула отца твоего и вот теперь смотрите можно было на этом закончить ну все можно было тебе все вернут все будет хорошо вы знаете сегодня люди этого ждут они говорят ну давай давайте мне финансы обеспечения социалку все мне этого хватает посмотрите после запятой и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом и вот мы современники 21 века мы читаем этот текст просто у еще и есть будет за столом руки пусть там с голоду не помер подожди там столько полей ему возвращают столько всего что заботиться ему о пище больше не надо но царь дает высшую оценку его статусу он говорит и ты будешь есть хлеб за моим столом то есть это великая честь которая оказана тебе друзья вот мы должны осознать стол это место куда приходит господь стол это алтарь и вы знаете самое изысканное блюдо за дружеским столом это безусловно общение общение само по себе фундаментально важно и люди сегодня к сожалению вот это общение общением пренебрегают просто как-то его не ценят общение они не рассуждают особо к сожалению потому что опять же все заняты я как-то был в одной семье я жил в соединенных штатах какое-то время вот жил в одной русскоязычной семье хорошая семья замечательные верующие люди много детей но я и удался выговорить даже не смог представьте аж позови из диву дался что вообще вот я сколько жил там около месяца и я удивился что люди никогда никогда не садятся за стол никогда это же так как-то мне было настолько непривычно и как-то смотрю раз и отец поел пришел ушел раз жена пришла поела дети по очереди приезжают что-то едят я даже не знаю как гость когда мне вставиться со своей едой и я говорю а когда поесть они бери холодильник там он кушать что хочешь я постоянно приходил из чужого холодильника что-то брал что-то готовил микроволновки садился один на одну ягодицу как сыч и ел и думал вот так нельзя потому что в моей жизни это настолько непривычно но мы выработали свое свое отношение в нашей семье я всегда говорил даже своим детям подождите вы должны прийти есть за столом и дети порой да я не хочу есть вот они думают сегодня что стол это просто поесть и дети я не хочу вот и жена не даст соврать она здесь сидит мы всегда говорили дети вы должны прийти и сесть за стол потом вы хотите ешьте хотите не ешьте хоть вообще с голоду сгиньте но храни господь но вы должны сесть с нами за стол потому что для нас это честь и для вас это честь один стол одна семья одно благословение одна молитва и тогда произносится молитва потом начинали есть но теперь можешь идти хотя у вас нас еще разговором я диву дался насколько люди не умеют вообще проводить время особенно люди бизнес это прям как болезнь все время садишься каким-то бизнесменом хорошим братом все нормально на ужин приходишь телефон три миллиона до туда 4 кредиты как раз сейчас сейчас паспорт важное дело подожди а я пришел в твой дом это неважное дело а вот твои дети сидят за столом это неважное дело а то что господь сейчас здесь это неважное дело стол он может быть либо спасительным либо разрушительным и давайте все-таки к тексту давайте посмотрим луки 7 глава луки 7 глава с 36 стиха и многое нам откроет эта история с точки зрения стола некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи и он войдя в дом возлег устала интересно что в оригинале добавлено слово устала вот не знаю почему синодальном переводе нет этого слова а во всех оригинальных текстах написано пригласил его возлечь принять пищу устала они лежали в то время и был стол и вот женщина того города который была грешница узнав что он возлежит в доме фарисея принесла лавастеровый сосуд с миром это был прекрасный парфюм самый дорогой и став позади у ног его и плача начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы свои и целовала ноги его и мазала миром виде это фарисей пригласивший его сказал сам в себе если бы он был пророк то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему ибо она грешница и так смотрите фарисей даже начале имени употребляется позднее только его имя говорится и вот он пригласил написано никто пригласил иисуса вы знаете когда мы приглашаем кого-то в дом мы еще часто как раз то не просто для нас часть а мы хотим свою репутацию зафиксировать за счет того кто пришел к нам в дом с кем мы сидим вместе и вот он слышал что иисус пророк уважаемый и началась вот это вот возня столовая приходи ко мне домой и вот иисус он такая личность что пришел вот он пришел несмотря ни на что пришел к богатому человеку но вдруг к столу подползла какая-то странная женщина грешница в том городе удивительно что фарисей говорит сам себе он никому не сказал а про себя он заговорил на таком языке он говорит она за стол она здесь не должна быть затем столом узнаете эту атмосферу сколько раз я в жизни переживал раз мы идем куда-то в ресторан все есть раз кого-то не надо кто-то левый а его кто-то берет этот не нужен свадьбы этих приглашаем этих не приглашаем всегда идет разборки кто-то должен сидеть за столом этот не должен вот вот это у нас всегда эта тематика кто важнее кто не важнее и фарисей очевидно хотел за столбиться сам себя как уважаемого человека за столбить но тут пришла какая-то левая дама вы знаете особенно в криминальном мире это все понятно людям всегда так суши ты тут с нами за столом не сидит и тут нас оскорбляешь и он говорит сам себе сам в себе этот фарисей если бы иисус был тот за кого он себя выдает если бы то он бы знал не знал и в своем сердце начинает его даже уничижать уже сторониться о я может что за тобой мы не знаем там знаешь всякое бывает и вот этот атмосфера знаете греха атмосфера непочтение к тому кто пришел за твой стол ты думаешь что ты его почтил ты думаешь что ты его почтил а он почтил тебя и смотрите что интересно обратившись к нему иисус сказал симон я имею нечто сказать тебе он говорит скажи учитель иисус сказал у одного человека и заводавца были два должника и так далее и у них начинается разговор знаете вот сама интересная атмосфера есть такое высказывание хорошее высказывание что друзья познаются в беде но друзья также познаются в застолье за столом друзья открываются не меньше чем они открываются и в беде потому что ты начинаешь слушать что человек говорит как он реагирует стол открывает сердца людей и вот сердце фарисея было открыто иисус обратился к нему и говорит слушай я хочу с тобой порассуждать от стул это всегда место рассуждения вообще я как пастор как христианин ревную о том чтобы мы рассуждали о боге вот просто говорили о боге у нас на устах ну должно быть рассуждение какое-то на христианские темы сегодня мир вообще на эти темы не говорит как будто бы они будут жить вечно как будто никогда не будет суда над ними вот на любые темы говорят за стол сел от матных анекдотов да 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 ну да денег экономики политики ну а боги почему-то разговор не заходит а вот здесь они рассуждают о вечных темах слушайте не одна ли из важных тем нашей жизни вечность не однажды из важных тем нашей жизни спасения и знаете интересно что вот дети почему-то в эти в эти застольные времена они особо открыты я себя помню ребенком себя я вот помню пока там знаешь ты ты мелкий тебе мама что-то говорит учит тебя с пальцем ты там да иди там ну про себя слушаешь а ты уже не здесь ты уже на улице мама там так так не веди себя так поступая уже все бросил свой портфель и к друзьям на улицу папа что-то разговаривает со мной пытается меня наставлять на истину нравоучительствовать я вот не помню я не помню о чем они говорили не помню меня это не касалось никак что-то говорят мимо меня но удивительно как только застолье я никогда вот себя не помню настолько внимательным как за столом мне лет 78 там и и раньше 6 ты к столу потому что знаешь там то сейчас начнется вот там сейчас расскажет кто с кем развелся у кого и проблемы кто от кого родился там будет все самое таинственное а потом там перейдет тема на страшные разговоры нашего противостояния с америкой упадет бомба на нас или не упадет атомная это не шутки 80-е годы мне там это конец 70-х начала восьмидесятых 82 мне 10 лет и ты слушаешь все в меняешь все внимаешь всему что они там говорят но самое удивительное что именно в эти моменты тебя как ребенка всегда выкидывают горки девчонки не мешай и ты раз пошел и опять из-за угла полглаза стоишь слушаешь я только я только конфетку взять а сам раз замираешь пока родители они там они что пришел посадить вот ленка то знаем в ленке чертон него серега чего-то иди отсюда почему дети такие внимательные в этот момент их притягивает к алтарю он духовен алтарь стол в твоем доме и тогда возникает вопрос почему в это время когда дети с нами за столом мы как раз не говорим о самом важном вот это для меня вопрос я всегда говорю спасительный стол передает силу своим детям силу наставления силу будущего силу истины ты просто вечности я когда поймал эту мысль и передаю вам ее сегодня разговаривайте за столом о вечности когда к вам приходят близкие люди родственники ваши как вы хотите их вообще спасти привести ко христу вы знаете на бегу нравоучительно очень сложно вот за столом все происходит и вот иисус говорит этому парню он сказал у одного взаимодавца было два должника симон один должен был 500 динари в другой 50 один 10 раз меньше но как они не имели чем заплатить он простил обоим скажи же который из них более возлюбит его симон отвечал думаю тот которого более простил над же глубокая мысль он сказал ему правильно ты рассуждал значит такая вот неторопливая беседа вообще нам не хватает от размеренности в жизни размеренности за едой размеренности друзья услышите хотя если вы ничего не поймете из проповеди да просто размеренность нельзя есть быстро а если ты ешь медленно то значит ты можешь поговорить если тебе не о чем поговорить это значит у тебя серьезные проблемы возможно психические по этой причине нужно научиться сидеть и рассуждать разговаривать если тебе не о чем поговорить с твоей женой я вообще не знаю что у вас там семье жди приветы тогда я не знаю я опять по себе смотрю мужчина часами можем проводить время я не знаю вот уже столько лет живем и у вас опять всегда каждый ужин я даже жене недавно говорю я говорю слушаю то чем мы с тобой говорим я не пойму мы сидим уже 27 лет вечерами садимся все это это прямо интересно всегда чуть у нас есть о чем поговорить и когда еще в это вплывали дети когда были помоложе папа меньше многие-то сейчас уже женаты так вот и тогда это были беседы друзья включайте вот силу духа именно за столом когда вы едите нельзя там торопиться и вот и он говорит правильно ты рассуждал и теперь возвратившись обратившись к женщине сказал симону видишь ли ты эту женщину надо же обратил внимание ты ее видишь и видишь вообще ее парисей говорит ну я так заметил прям глаза он старался делать вид что не вижу за столом мы бывает сидим и думал так кого-то надо не замечать он говорит обрати на нее внимание я пришел в дом твой и ты воды мне на ноги не дал она слезами облила мне ноги волосами головы своей отерла ты целование мне не дал она с тех пор как я пришел не перестает целовать у меня ноги ты головы мне маслом не помазал она миром помазала мне ноги интересно что иисус начинает его обличать обличение тоже форма разговора и тоже за столом не грубо не наезжая он говорит слушай ну давай по-нормальному поговорим с тобой иисус сердцеведец как хорошо что нас есть иисус если бы вот иисус единственный не предаст вот единственный который скажет тебе то что ты может быть не хочешь слышать то что обличает тебя я не раз своей жизни замечал какая-то ситуация даже нелепо и раз внутри при меня какой-то голос мысль ну явно она не может быть моей плотской что ты не прав павел вот так поступит как-то тебя называть там совесть потом понимаешь да и это их вкус просто говорит твоим сердце иисус говорит фарисею вот слушай я пришел с дороги в израиле тогда были пыльные улицы тогда не было асфальтов люди ходили в простых сандалиях и когда приходили в дом обязательно нужно было мыть ноги их омывали либо рабы если был знаменитый уважаемый или богатый человек если не было рабов то сам хозяин омывал ноги так вот как то он не заметил того чтобы иисусу мыть ноги а может заметил но этого не сделал потому что подумал ну зашли зашли кто знает чем это все закончится целование нужно дать это значит обняться и поцеловаться тем более у восточных народов представьте это до сих пор остается важным элементом почему-то он этого не сделал как-то вот с кем-то целуемся с кем-то не целуемся потом помазать чем-то благовонием каким-то человека в то время было так то есть какое-то масло давали чтобы человек мог помазаться чтобы запах был хороший не дал он говорит а вот эта женщина она оценила мой стол ты пригласил ради себя чтобы твой статус поднялся ради меня она пришла вот ради того чтобы никакой статус не поднялся а просто чтоб я обратил на нее внимание вы знаете иисус такой гусь я просто смотрю ему что с богатыми что с бедными все равно это говорит об уровне понимание своей миссии об уровне своей значимости как-то я помню по телевидению первый раз увидел цукерберга марка цукерберга на каком-то встрече каких-то миллиардеров там супер богатых людей америки это так нелепо смотрелось посмотреть это видео где то есть там ну правда 10-20 лет недавности какой-то там значит такие вот все заходят все ну миллиардеры там дорогие машины у них там дверь открывают там называют это журнала forbes это там это там это 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 нефть это газ это свет они там все выходят галстуки поправляют все там такие знаете это 2 миллиарда долларов у этого там 5 миллиардов долларов потом марк цукерберг приезжает на гольфе гольф представляете вот эту volkswagen гольф ничего нет вылазит в джинсах футболки пошел а это марк цукерберг все это же не сказали сколько его денег потому что его столько и что у них у всех столько не хватит он выходит футболки в джинсах и такая нелепость думаешь он приехал то так как-то вот нелепо на каком-то автомобиле в джинсах и футболки в белой ладно хоть в глаженной а то я обычно не влажной ходит потому что ему все равно он марк цукерберг изобрел facebook и у него кучу денег вообще все равно он с бомжом сядет поезд хочет с миллионером, скажет, ну тоже неплохо. Все нормально. Слушайте, а Иисус выше всех Марков Сокербергов. Ему все равно, к кому приходить. И поэтому фарисей думал тут о статусности, а Иисус говорит, слушай, вот стол, сам по себе, за которым мы сидим, вот это важный момент. Вот тут я сегодня сижу, сегодня с тобой, чтобы благословить тебя, Симон. Девушка пришла, значит ее благословить. И она оценила намного больше. И потом говорит, а поэтому я рассказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Говорит, мало простилась, мало любит. Опа, вы в порядке? А все, стульчик просто сломан. Ну слава тебе, Господь. Я уж думал, что страшнее произошло. Обморок какой-нибудь. Друзья мои, все хорошо. Итак, друзья, смотрите, удивительно. Я не знаю, как этот феномен объяснить в жизни, но это правило работает. Кому мало прощено, тот мало любит, тот мало ценит. Кому много прощено, тот много любит. И вот я за свою жизнь почему-то заметил, что люди, которые освободились от каких-то серьезных зависимостей, таких как наркотики, алкоголь, стабилитации у нас многие ребята есть. И вот если люди так застолбились во Христе, ну так лет года 3-5 во Христе, по-серьезному пережили Христа, то почему-то, я не знаю, вот Библия отвечает на этот вопрос, но я не могу понять чисто психологические моменты, они как-то более благодарные Богу, они более стабильные в Боге. Я не знаю, я сажусь с ними в машину, я вот обычно сажусь, люди как-то сами рассказывают свою историю жизни, всегда какие-то интересные свидетельства. Кого-то Бог исцелил, у кого-то семью восстановил, у кого-то то, у кого это. Ты в дом к ним приходишь, ты видишь, люди ценят тебя, как пастора. Там, пастор, ты знаешь, как для меня было важно, у меня ведь было ничего, не было. Я там был нищий, голодный наркоман, а сегодня у меня вот семья, дом, стол, пастор, благослови. И я всегда думаю, почему-то эти люди больше говорят о Боге, они больше свидетельствуют, они больше, они более верные в церкви, в конце концов. Я не могу это объяснить. Конечно, нельзя сказать про всех, но процентуально, если брать, то вот эту тенденцию вы четко увидите. Она четко, она видна. Почему так? Да, видимо, потому, что это правило работает. И вот Иисус обращает внимание на эту женщину и говорит, вот я на нее обращал внимание, и она сегодня хотела к моему столу, и я пригласил ее к этому спасительному столу, и поэтому сказал ей, прощаются тебе грехи ее. И 49 стих. И возлежащие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Им даже в голову не пришло, что у Иисуса есть сила прощать грехи. Друзья мои, язык христианства это всегда язык прощения. Мы в конце концов, когда говорим о вечности, мы говорим о том, что будет после смерти. Нам нужно спасение, это самое главное. Пригласит ли нас в конце концов Христос за стол, когда он будет там в своем царстве, вот что самое главное. Или мы приползем к его престолу, скажем, а возьми меня, а он, не знаю тебя, как фарисей постыдился этой женщиной, потому что она, видимо, принадлежала какой-то не очень хорошая их профессия. Но здесь тот же вопрос, почему с ней это произошло. И ей было стыдно, и она омывала слезами, но здесь было показано ее покаяние глубокое. Знаете, там тоже может быть какая-то трагедия, почему она такой стала. Может, в молодости потеряла родителей, может, попала в плохую компанию, может, это вся совокупность. Но в конце концов, она пришла к Иисусу, показав, что прости меня, Христос, и я ценю твой стол. Я оцениваю его высоко. Поэтому 50-й стих, он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Она получила за этим столом больше, чем фарисей, который его пригласил, больше, чем все люди авторитетные за этим столом, потому что она оценила по-настоящему стол и приняла его как спасение. Вы знаете, друзья мои, стол – это место притяжения неверующих людей. Мы лучше всего можем поговорить с людьми о Боге, приглашая их за наш стол. Удивительно, что вот мы делаем домашние группы. И домашняя группа, она тоже, в конце концов, имеет общение вокруг какой-то еды. Еда, она как-то, ну, притягивает людей сама по себе. Мы даже во время пандемии, мы как церковь выжили, потому что мы собирались по домашним группам. Сколько раз мне люди говорили, «Зачем тебе вот эти домашние группы? Ну, разве плохо люди приходят вот на собрание воскресное, слушают?» Я говорю, подождите, церковь – это всегда близкое общение, это друзья, это группа какая-то, ячейка. И у нас есть столы по домам, каждая дверь, которая открылась для принятия домашней группы, это алтарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова